Магистрейт Допустим, мне кажется, что такая вершина должна быть как у каждого вида спорта, поэтому она вас манит. И те игры, которые вы здесь прожили, вы нигде их не проживали. 25 игр. Мне еще нравилось, что вы большие молодцы, которые играли в игру. Большинство игр вы просто играли. Вы отвлеклись от всего. Игра начиналась. Вы забывали о том, что происходило в предыдущих играх. Было там всякое разное. И в каждую игру ныряли снова. И все ваши речи, умнейшие речи, это десятка умнейших игроков мира собралась за столом. Реально, вы все большие молодцы. Вы не зря сюда попали. И я думаю, что вы сполна получили то, что вы ожидали. Я знаю, что некоторые ехали просто за хорошими играми. Самофонды разговаривали перед игрой. Он говорит, я еду просто поиграть в хорошие игры. Реально, вы получили то, что вы хотели. Поэтому вам всем огромное спасибо, игроки, за ваши хорошие игры. В результате этого нашего трехдневного 25-ти борства, 25 игр мы прошли. У нас родились новые космейстеры 2019 года. И родился новый магистр мафии. Под ваши аплодисменты, юный, родившийся, я начну с вас, госпожа Казанская. Красивая, молодая, умная. Я вас поздравляю. И это вам знак гроссмейстера игры мафии. И сувенир на память. Колода карт. Поаплодируем. Гроссмейстера игры мафия. Дважды гроссмейстер. Молодой, талантливый игрок, город Киев, господин Док. Я вас поздравляю. Гроссмейстер дважды. И этот знак тоже для вас. Сразу так молодой. Приехал молодой парень из Киева поиграть второй раз. Трижды гроссмейстер игры мафии. Уже боец с опытом. Господин Флэш, город Харьков. Я вас поздравляю. Эмоциональный, правда, парень. Но он себя пытался, сдерживал как мог. Значит, ребята, он здоров. Он себя хорошо чувствует по итогу этого турнира. С головой все в порядке. С головой у парня все в порядке. Дважды гроссмейстер мафии. Наша прекрасная госпожа Космос. Наша мама мафии. Украинская мама мафия. За вас многие болели, поддерживали. Вы прекрасно отыграли этот турнир. Он вам намного легче дался, чем прошлогодний, я так смотрю. Я под бурные аплодисменты, бессменный, пятикратный гроссмейстер. Господин Флэш, я вас поздравляю в пятый раз. Я тебе даю вот этот значок. Надеюсь, смотри, этот значок не получает в этом году только магистры. Я желаю тебе, чтобы ты когда-нибудь не получил такой значок. Спасибо. Разве значка Ха. Стало выше. Бурные аплодисменты магистру игры мафии, трижды гроссмейстеру игры мафии, господина Макхонда. Я вас напоминаю. Смарт, запомнил. Конечно, вам досталось на этом турнире, но на прошлом турнире вам досталось больше. Поэтому с каждым годом будет все лучше и лучше. Игрок, один из самых талантливых игроков в мафии, господин Лос. Каждый гроссмейстер, ваши аплодисменты. 27 раз черный игрок. 27 раз, два, 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 три. Думали, два, два, три. Из пятинестра, два, три. Из пятинестра, два, три. Вот 27 черных Каш. Смотрите, у нас все турниры были по просьбе гроссмейстера. Господин, если он правильно мне все передал. Я, да. Да, это господин... Абрам. Абрам, да. Что гроссмейстеры в своем чате решили большинством голосования. Мы собирали денежный приз. Ты опять предложил разделить на третье, второе и первое место. Да. Я не знаю, да, чье это было предложение, но если это все так... Значит, был общий призовой фонд. Значит, ребята, вы понимаете, я первый, кому позвонил от РФ, говорю, Эльнур, что мы будем делать с призовым фондом? Ну, наверное, нужно поделить на троих. Эльнур сказал, я уверен, нужно поделить на троих. Вот, и нужно было просто по им пропорции. Я говорю, хорошо, у меня есть поддержка. Потом я написал, потом я спросил у Флэша, говорю, Саша, как считаешь ты? Он сказал, да. Думаю, так, два за. Я написал в чат, ребята, голосуем. И все проголосовали. Вот, нет, ворвался РФ, говорит, ребята, надо поделить, давайте. Поэтому, господин 22, вы получаете денежный приз. Дрон, да, как договаривались, по старой схеме, это ваше. Господин 22 и господин Франклин, вы понимаете, да, что вы получаете денежный приз, не только благодаря своей игре. Господин Франклин, вы тоже получаете денежный приз. Гроссмейстер игры, вы достойно очень играли, все решилось. Большой молодец. Я его назвал по игре Терминатор. Не знаю, вот это приживется, не приживется. Очень просто, неубиваемый. Он красным, черным, все роли, доном. Терминатор, настоящий Терминатор игры. Давайте аплодисменты. И вот все, что здесь, весь этот пирог, он сейчас будет вручен очень достойному игроку Мафио. Ну, неплохому. Неплохому игроку. Во-первых, это лидер мирового рейтинга этого года с рекордным количеством баллов. 351 балл. Лидер рейтинга господин РФ. Это магистр игры Мафио, господин РФ. Это лучший игрок на сегодняшний день. Это все ваше сертификатное участие в турнире в Лас-Вегасе. Если вы решите сюда поехать, то это тоже ваше. Покажи, пожалуйста, все в камеру, все в фотографии. Могу помочь? Денежный приз тоже ваш. Это не его денежный приз, это приз его супруги. И орден магистра отныне. Я от себя хочу сказать. Я считаю, что этот магистрейт за последние 4 года был лучшим. По атмосфере, которая присутствовала во время турниров и в отношениях между игроками, это был лучший турнир. По качеству игр, по такому количеству угадалек, это был, по моему мнению, самый интересный турнир. Интрига присутствовала постоянно. Все время боролись два игрока, которые оторвались в начале второго дня. Их уже догнать практически никто не мог. Да, получилось не больше интриги не в последней игре, а в предпоследней. Но она была принципиальная. И все решил господин Франклин своим завещанием. Но это было все равно всем интересно. Это была захватывающая игра. Значит, ребята, очень приятные игры были от всех. Никто из вас не выпадал, очень достойно играли. Мы для вас очень сильно старались. Мы старались не только для вас, мы старались и для зрителей, чтобы вам было интересно смотреть. Мы постараемся в следующем году сделать магистрейт еще лучше. Есть у нас постоянная команда, которая организовывает этот турнир. Мы пытаемся все время сделать лучше. И, конечно же, когда вы пишете какие-то хорошие вещи, позитивные, нам все равно это очень приятно слышать. Большое спасибо вам всем. Мы благодарим игроков и участников, организаторов за то, что вы сделали этот праздник Макси для всех. Я на самом деле, в первую очередь, хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили на данное мероприятие. Был довольно-таки хороший опыт и интересный для меня. Было реально интересно. Моментами было тяжело. Тяжело, потому что переживал все игры вместе с вами. Я эмоционально тоже ощущал напряжение, которое ощущали и вы. Даже если вам казалось, что по вашим лицам не видно, что вы ощущаете напряжение, потому что вы пытаетесь на нас обгонуть и улыбаться постоянно. Было видно, что вы это скрываете и переживаете. Поэтому я, как и вы, тоже переживал. Были крутые игры. Каждый из вас в какой-то момент показывал феноменальную игру. Поэтому, конечно же, поздравляю господина РФ с победой. Спасибо большое. Вы огромный молодец. Все, ребята, не буду задерживать. Спасибо. 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 Леша, это не просто молодец, а благодаря технической поддержке которого и постоянному присутствию все, что вы наблюдали в эфире вот эти все дни и состоялось. От меня, Эльнур, большие поздравления. Я болел за Руслана, за соседа твоего по столу. Понятно, что ты не один из самых достойных, кто имел право заслужить эту награду. Достойные все. Достойнейшие побеждают. И самое главное, Алина, это я потом вам отдельно все скажу. Вы пишете. Напишу. Я напишу, вы потом все почитаете. Все. Всем поздравляю. Я тоже не буду оригинальным. Мне, смотрите, понравилось. Я был на двух. Мне этот понравился гораздо больше. В первую очередь, той атмосферы, которую вы создали. Мне кажется, она была намного дружелюбнее. Она была намного комфортнее. Лично мне было очень интересно смотреть за вашими играми. С точки зрения и качества, и того, как вы себя вели за игровым столом. Я поздравляю. Ну, в первую очередь, мне кажется, вся тройка призеров показала отличную, достойную игру. И 22, и Франциум, который просто глистал два дня и чуть-чуть не повторнуло. Я надеюсь, что в следующем году будет еще лучше. Ты туда планируешь. И Путин. Я туда планирую. Я, может быть, еще раз судить напрошусь. В общем, всем спасибо. Все было очень круто. Спасибо. Гроб номер один. Господин Франкен, вам слово. Да, спасибо. Хочу поблагодарить, в принципе, всех, кто был причастен к этому турниру. У меня мафия в последнее время, в последний год, было такое, ну, как бы, не то что настроение, ощущение такое, что я играю, ну, я не любил эту игру целый год. Я играл просто потому, что я хотел пройти в финал магистрейта. Я хотел здесь поиграть, потому что я знал, что сюда будут лучшие из лучших. Я знал, что здесь будут обязательно интересные игры. Я знал, что я могу побороться за победу, смогу показать хороший уровень игры, проявить себя. Мне, как бы, мне кажется, и каждому из нас уже доказывать кому-то ничего не нужно. Нужно было доказать только себе, что можно сыграть хорошо, что можно, ну, поэтому я благодарен всем, кто организовывал, всем, кто был и на трансляции, всем, кто были в зале, кто там был и комментаторов, все. Поэтому за это вам огромное спасибо. Спасибо всем, кто был в этом составе. Маша знает, но она не даст забануть. Я сказал ей, ну, мы общались по поводу магистрейта, что там будет и так далее. Я сказал, что мне кажется, что будут очень интересные игры, если проанализировать. У нас было 19 угадаек. У нас всего было там 4 игры, там, 2 игры 2 в 2, 2 игры 3 в 3 и 2 сухих красных ПГ. Это все. Дальше все остальное было в угадайках, все игры интересные, все люди старались развиваться, подумать и так далее. Вот я бы хочу благодарить всех, кто мне писал, кто поддерживал. Я не всегда отвечаю, потому что я стараюсь концентрироваться больше на игре, чтобы не отвлекаться на переписки и так далее. Иногда я там заходил, читал, но все равно. Всем спасибо, передаю привет чат 4-2-1. Вот, еще. Я тоже, как бы, с Машей тоже общались, что я говорил, что кто бы не выиграл магистрейт, как бы, мне кажется, что в предыдущих годах, возможно, состав был не всегда сбалансирован. Был игрок, который всегда проседал, ну, и игрок, который, как мне казалось, что мне, ну, как бы, если он выиграет, будет, как бы, несправедливо. В этом году я сказал, что кто бы не выиграл, мне кажется, это будет очень хороший магистр, в любом случае, это игрок с хорошей буренной игрой, игрок, который в обществе имеет вес. Вот. Но я сказал, что если выиграет РФ или 22, мне кажется, они в силу лет, в силу опытности, в силу того, сколько они вложили для мафии, один для России, один для Украины, они заслужили выиграть. Поэтому я рад, что я там привел именно с РФ, и что он выиграл, ну, как бы, не то, что наконец-то, но у него было там много попыток, и у него получилось выиграть. Я искренне за него рад. Я не расстроен, потому что я понимал, что, ну, как бы, уже в предыдущих играх, что я сам мог повлиять на результат. Еще одна просьба, в принципе, к тем, кто будет дальше, там, анализировать игры, говорить что-то. Я прошу вообще никак не комментировать то, как кто расставлял дополнительные баллы, писать таблицы, как можно было бы расставить и так далее. Я еще таблицу не смотрел, я еще не смотрел, какие там баллы были и так далее, что повлияло бы на результат, не повлияло бы на результат. Чтобы побеждать, нужно выигрывать игры. То, что, как ставить дополнительные баллы, это уже, это уже другое. Я это понял, я очень много раз расстраивался по поводу того, что там допнет то, там допнет то, но расстраиваться, конечно, можно, но можно, если ты побеждаешь игры, ты побеждаешь и, в принципе, в турнире. Поэтому прошу там дальше потом не обсуждать допы и так далее, чтобы это все не форсили. Все, я благодарен всем, кто был сегодня с нами, всем, кто играл эти дни, благодарен госпоже Космос, она очень хорошо играла вместе со мной, в смысле, что хороший коннекшен мы нашли с ней. Было очень много ролей в разноцвете, не получилось поиграть вместе красными. Ну, в любом случае, спасибо вам огромное и за поддержку, и за все, что вы играли. В одной команде черной были? Не разу. Не разу. Все, спасибо всем. Спасибо. Мне кажется, те игры, которые мы показали, они были очень качественными в плане контента, который был наполнен игрой, потому что 19 угадайки, кстати, не считал, я сидел от этого числа, который Белим сказал. Прям очень сложный, и реально было над чем задуматься в каждой игре, проголосовать правильно угадайки. Вот, от себя хочу сказать, что не показал ту игру, которую рассчитывал, вот, я хотел бы извиниться перед теми, кто возлагал на меня какие-то надежды, кто думал, что я выступлю лучше. Действительно, не получилось полностью выступить так, как мог. Возможно, настрой, возможно, неправильное расположение в командах, потому что я очень люблю красным играть, и как-то неудобно мне в какой-то момент играть черным. И именно в несколько игр попадалось так, что именно сейчас я не хотел играть, мне очень сложно было настроиться на черную игру. Где-то это сбило какой-то мой прицел в красную, две проигранные шерифские игры. Но я в целом о себе просто скажу, не буду там благодарить всех и каждого. Вот, как-то так, молодцы организаторы, молодец победитель, вот, все круто. Возможно, еще в каком-то году тоже пройду, еще пора. Спасибо. А я вверху. Спасибо вам. Ребят, до свидания. Мы с Сашей влюбаем. До свидания. Спасибо вам, господин Абрам, за ваш позитив, за тайный волшебный, за все, что вы вложили в этот турнир. Молодец. Все, спасибо, Абрам, поаплодируем. Игрок номер два, господин Док, вам слово. Хочу поговорить с организаторов, хочу поговорить с всех игроков. Смотрите, я когда сюда ехал, мне казалось, что состав очень тяжелый. В плане как, ну, то есть, когда я в прошлом году, допустим, ехал, да, сюда, мне казалось, что игры будут в плане, ну, мне как, точнее, мне люди, которые играли уже в магистрате, говорили, что там очень тяжело в плане, что моральное давление очень сильное. И очень много там, ну, каких-то, ну, каких-то таких моментов, которые не нравятся. И это не мафия. Вот в прошлом году было, да, меня настраивали на это. Вот я приехал, мне казалось совсем по-другому. В этом году, когда я ехал, мне казалось, что именно будет это, будет очень много каких-то, ну, моментов, которые мне не будут нравиться. Мафии будет очень мало. Вот, я скажу, что это был самый, один из самых лучших магистратов, которых, ну, я смотрел или участвовал. Я обязательно буду пересматривать его. Я очень редко пересматриваю турнирные игры. Ну, обычно это какие-то серийные игры. Я турниры открыты вообще не смотрю. Вот только серийные я смотрю. Вот, но этот магистрат я точно пересмотрю, потому что мне казалось, что игры были очень интересные. Мне реально было очень интересно играть. Вот, я говорю, я потерял там, да, интерес в плане, что я могу выиграть. Там во второй день я уже это понимал, что я не могу выиграть. Но у меня был именно, даже, у меня все равно хватало спортивного интереса просто разобраться в игре. И мне было реально очень интересно. Вот, надеюсь, что там людям тоже было интересно смотреть. Вот, я, там, я прошу прощения, если я там где-то там давил эмоциями, где-то что-то там, ну, что-то говорил, что лишнее. Вот, это было, поверьте, я не со зла. Это была просто эмоция в плане, я просто хотел выиграть. И, ну, иногда ты себя не контролируешь, мне кажется. Вот, мне кажется, что надо в этом себя исправлять. Вот, я буду это стараться. Мне кажется, что в прошлом году я это делал намного чаще. Сейчас я перестал это делать, это иногда вырывается. Вот, хочу, хочу поздравить победителя. Вот, молодец. Вот, я за тебя очень рад. Да, попс, мы потом с тобой поговорим. Вот, поздравляю вас. Смотрите, ребят, по моему мнению, ну, без обид ко всем, смотрите, мне кажется, что вот тройка игроков, которые заняли призовые места, на этом турнире выступили лучше всех. Вот, ну, без обид каждому, потому что мне казалось, смотрите, вот, я каждый игре, там, мы выходили, общались, мне казалось, что там какой-то игре Белин сыграл. Я думал, капец, как он сыграл, круто, там, РФ какой-то игре сыграл, очень круто. Леша вообще, ну, про Леша, даже, как я, Леша еще в холле сказал, что это, ну, он очень сильно играет этот турнир, мне очень нравится, я очень за него рад. Знаете, вот, как, типа, там, написали книгу, там, две страницы, вы их просто взяли и дописали последние десять страниц от себя. Это было очень круто, я искренне за вас рад, что у вас это получилось, вот. Ну что, я планирую в следующем году опять сюда приехать. Надеюсь, что, ну, смотрите, там люди говорят, что мне интересно смотреть один и тот же состав. Ну, реально, люди говорят. Знаете, ребят, я надеюсь, что... Так, пусть они пройдут. Да, хотя бы, где, смотрите, я надеюсь, что хотя бы половина стола будет в следующем году. Так что, ребят, ну и вовсе есть. Пусть постараются и пройдут, тогда будет разнотравлено. Спасибо. Игрок номер три, господин Ложском, вам слово. Билин, ты прости, я кое-что про допы скажу, но это, типа, не предъяло. Короче, это... Мне кажется, что на этом магистрете я играл ровно в два раза хуже, чем на предыдущем, но у меня ровно в два раза больше топов. Вот. Мы решили шкалу расширить. Просто начали с более широкого. О, да. В общем, еще хочу сказать. Значит, да. Смотрите, я говорю речь, а мне кажется, что вы уже сейчас все покажете, что еще. Кстати, у меня рука дерзла. Кто-то показать реченые, ребята, да. Смотрите, на самом деле, я про последнюю игру, пару слов. Я понимал, я когда достал красный путь, я понимал, что будет некое недоверие ко мне. И я знал, что что бы я ни сказал, даже если я там поклянусь чем-то. Не поверите мне, потому что последний раз сказали, ну, стараться за кого-то что-то. Ну, поклянетесь просто. Да нет, я образно имею, ну, типа, это шутка. Я понимаю, что правила никто нарушать не будет. Короче, да, я не знаю, я же говорил, не знаю, как так получилось. Мне казалось, что я в хорошую форму подхожу, но что-то не зашло. Не знаю, может, не то, что настрой. Мне кажется, именно просто изначально пару игр начальных не задались. Пошел тильт, а потом как бы хотелось разограться за красный, да не получалось. Вот, да, ребят, 27 черных карт, это просто жесть. Короче, примерно. Теперь о том, что хотел бы сказать. Согласен полностью с доком, что тройка тех, кто выиграли. Это лучшие игроки этого турнира. На этом Монстрете, несмотря на то, что я своей игрой недоволен, и что мне очень грустно, что я подвел многих людей, которые мне верили, я хочу сказать, что было очень много моментов, которые я от себя хочу отметить. Во-первых, именно интересных моментов. Это первый, мы все проголосовали за 22, как за самого плохого красного игрока. Мое мнение, 22 самый лучший красный игрок этого турнира. Ну, я имею в виду, мы образно, у нас он был на 10 месте. А по факту, мы мнение, что он лучший красный игрок этого турнира. И это очень прикольно, что он смог, знаете, его-то явно зацепило, наверное, но и он смог доказать всем. Самого некомфортного. И это круто. Да, и самый некомфортный РФ, который в игру магистрейт. Вот. А в ведущем магистрейте мне было тяжело. Мне казалось, что у меня застало меня друзей. Вообще, ты был как парень, который пришел в какую-то компанию, где просто никто тебя не любит, все тебя вешают на спину. Знаете, пни меня, типа, и так далее. Играли в игру, ну, как последняя, да, чекенбрекенловскую выкинь, короче. Вот. А тут прям была очень крутая поддержка. Отдельно хочу сказать спасибо двум людям, которые меня поддерживали очень именно из игроков, из-за стола и вне стола. Да, это прям очень здорово. Это Оля Казанская и Леша от Калубина. Спасибо вам большое. Ну, это прям очень здорово. Было очень круто, что получил. Я рад, что я смог сделать пару пасхалочек. Почему семь получилось у меня, это жутит. Я смог сделать Лёшу булкой. Я реально, чувак, я ждал этого год. Я именно эту заготовку, я знал, когда магистрайт прошу закончился, я знал, я записал себе. Знаете, ты вечером сидишь такой, пройдет год. И ты это еще вспомнишь. Вот. И тут ситуация, Лёша с трех сторон по-другому лечется. На речи Перу-Бьену, я думаю, сказка-сказка. Вот. Я впервые за два магистрата смог к черным не уйти со стола. И такое произошло аж трижды. Ребята, у меня пять донских побед, чтобы вы понимаете. Это знаете, сколько донских карты доставал? А как это по-другому? Кто-то вообще дона доставал? Нельзя быть лучшим доном, если бы дон был от этого игрока. Я работал. И очень прикольно, что именно за счет черной игры, по которой я потерпаю уже второй год, именно что благодаря одной вот этому высоток шума и черной игре, она частично привела к результату этого турнира. Это типа достаточно прикольно. Отдельно Белиму хочу сказать, что она огромный молодец, не расстраивайся. Ты отыграл очень круто. Если глобально именно так посудить, то в какой-то момент мне казалось, что это прям на фантастический уровень игры. То есть я от тебя не ожидал такого. Ну, на самом деле, ожидал, что я поставил Венера на первое место. Но я не думал, что прям на столько хорошо будет. То есть именно перед нам, что самый стабильный. Ну, что-то круто. Ра, поздравляю тебя, ты это заслужил. Наработал за все годы, что ты играешь. Я тоже согласен с тобой. Когда говорили, что, во-первых, кто бы не выиграл магистра, это будет достойно. Мы с ней тоже это обсуждали. А во-вторых, что вот есть, грубо говоря, 22 ИРФ. И будет абсолютно заслуженно, если в этом году выиграть кто-то из них. Это вот история, которую нужно. Мне интересно, ты можешь дойти? Ты будешь в этом году бороться? Бороться? Нет. Нет. Это баски. А играешь? А играешь? А играешь? А играешь? А играешь не должен? То есть не завязывайся. По поводу своего участия, у меня многие люди здесь следующие годы играют. Смотрите, ребята, искренне скажи, я не знаю. Потому что... Леша правильно сказал. Знаешь, я год играешь, чтобы еще один год сыграть, чтобы еще 17 черных карт достать. Я не знаю, искренне я не планировал, я отказался от многих турниров в следующем году, я точно буду играть турниры, некоторые командные будут играть, будут играть турниры, которые для меня важны. Но именно планов на следующий год у меня точно нет, я хочу уделить время в своей жизни многим вещам не связанным с мафией, потому что мафия отнимает очень много ресурсов. И ты не успеваешь реально все то, чем нужно заниматься, из-за того, что мафия отнимает кучу времени, ты не успеваешь с ним заниматься. Мне хочется именно приоритеты сдвинуть в сторону других вещей, так что высокая вероятность в следующем году могу не попасть. У меня нет скилла, как у РФ Азбери турнира пройти в магистрате. Суперспособность такая, знаете. А вот уже через год, это когда-то уже, в 2021, вместе с Русиком уже в седьмой раз. Все, ребят, всем огромное спасибо. Спасибо вам. А вас мы уже передадим слово дальше. Ну, бессменный участник магистрата, господин 007, вам слово. Ну, я считаю, что... Значит, из того будет ли вы в следующем году? Я, на самом деле, не очень хочу, но мне кажется, что все равно я отыграю там кучу турниров и, скорее всего, пройду и отдумаю. Ну, хотя сейчас, на данный момент, нет желания большого играть, хотя в прошлом году не особо было, потому что был достаточно игр, где я просто злился. Ну, то есть были какие-то эмоции негативные от игр. То есть это не очень хорошо. Что касается магистрата, я считаю, что игры были очень качественные. Но я очень плохо играл на этом турнире, крайне плохо. Просто мой, мне кажется, худший магистрат. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что неправильный настрой был. То есть я, допустим, выигрывал игру, мне не было какой-то радости. Если проигрывал, то, соответственно, тоже как-то не очень расстраивался. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано еще с тем, что очень много украинцев. И мне кажется, что игра в Украине, она немного отличается от московской игры. То есть у вас, мне кажется, больше играет на последнем, да и снова. Ну, то есть у нас немного другая игра. Там осталось два шерифа, там заголосовывает. Как-то помогает баланс. Здесь оказалось немного другая игра, и мне было довольно сложно разбираться. И черные меня постоянно находили. Я сыграл 10 черных игр. И красным было так же сложно разбираться. Хочу сказать спасибо всем, кто писал. Было очень много. И мне кажется, что во время турнира лучше вообще отключать в соцсети. Потому что они это реально отвлекают. И уже три дня просто не заглядывают. Мне кажется, тогда будет проще играть. И многих спрашивают уже про календарь на следующий год. Там Нурскей написал. Многих хотят бороться. И мне интересно было бы узнать из игроков 6, 7, 8, 9, 10, кто будет в следующий год планировать также играть. Спасибо вам. Нет, еще перед тем, как дальше. Хотел сказать, где наши 5 просеки русские? Это важный вопрос. Я все-таки сюда прошел. Во-вторых, еще хотел сказать такой момент. На самом деле, это очень круто. Не знаю, знаете ли вы, не знаете. Я знаю, что в первый день был пик онлайна на двух трансляциях. Две тысячи человек одновременно смотрел. Говорили, что в третьем дне может быть даже три тысячи больше. Не знаю, получилось ли у тебя нет. Нет. На двух трансляциях. На двух трансляциях. На двух трансляциях. Суммарно. Я знаю, что некоторые люди прямо снимали места, чтобы страстировать игры смотреть. Собирались целыми клубами, смотрели дома, компаниями собирались. То есть люди три дня приходили и компаниями собирались. Представляете, что будет в следующий год. Ребята, вы понимаете, реально за нашей жизнью, за тем, что происходило это маленькое телешо. То есть, грубо говоря, в один момент в онлайне нас могло смотреть больше, чем три тысячи человек за всю нашу жизнь. За то, что происходит. Это очень здорово. Три тысячи человек смотрели, как через игру обсырались. Это как скрытая камера в туалете, понимаете. Давайте не будем продолжать. Да, да, да. В общем, хотел об этом сказать. А, еще последнее. Последнее. Хорошо. И, ребят, тем, кому не отвечал. Ирина, я следующие два часа буду всем отвечать. Я уже пытаюсь. Реально сообщение там. Я не могу. Я не успеваю просто. Я пишу спасибо большое. Я старался, извините. А я когда отправляю, появляется еще одно новое сообщение. Я обязательно всем отвечу. Мне очень было приятно от вас. Спасибо. Спасибо. Я хотел поблагодарить жену и ребенка. Они смотрели, болели все эти дни за меня. Очень тяжело. Мне кажется, супруга переживала больше, чем ее. Последние две-три игры. Она даже выключила трансляцию, чтобы не смотреть. И просто ждала, и вам писали результат. Вот что касается турнира, я действительно считаю, что я сыграл процентов на 30-40 того, что я мог показать. Не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что сложно играть 7 игроков с Украины было, а те, кто приехали со мной из России… Один раз меня назвали красным. Мне кажется, больше космос меня красным называло, чем кто-то вообще. Вот. Черных у меня всего было семь. Сейчас пересчитал, посмотрел. И в пяти из них я был проверен черный в первую ночь. Шериф три или четыре раза шериф умер из них. Те, которые красным называют. Те, которые красным называют. Те, которые красным. Когда не назвала, пошла проверила. Вот. Что касается суммарной дистанции вот за этот турнир, я считаю, что красным отыграл Леша лучше всех, а в совокупности Белим отыграл лучше всех. Ну… Прощай, скажи, всё. Ну… Не знаю, что в этом, свой юмор. Наверное, я просто служил в совокупности, наверное, пройденного за этот год дистанции. Я сыграл последние там полгода более чем неплохо, мягко говоря. И, наверное, за это мне воздалось. И я выиграл на турнире. На самом я сыграл на этом не так хорошо, как хотелось бы, как, наверное, многие от меня ожидали. Я не сыграл даже в половину своей силы, которую мог. Чёрным не предстояло возможным, потому что я почти всегда ушёл, потому что проверенный чёрный был. Вот. Где не был прям чёрным, там… Ну… Сидя за столом, а красным просто… Коннекшена нет, меня всегда подозревали. То есть я там играл против чёрных, люди считали их чёрными, а они играли сам против меня. Вот. Я надеюсь, что в следующем году… Вам просили передать привет. Боровик, кстати. Я удивлен, что он смотрел. Боровик. Наш Боровик. Да, наш Боровик. Смотрел. Он уже наш Боровик. Он был ваш, потом стал наш. А теперь слово «наш Боровик». Вот. Может быть, ты скоро будешь снова наш, Максим. Передаю тебе привет. Казахстан весь смотрел, болел. Они там тоже массово смотрели, тоже всем передаю привет. Сэму тоже. Вот. Надеюсь, что в следующем году за этим столом сыграют. Я уже говорил в первый день. СПСМ русские, они очень хотят там. Это люди, которые хотят сыграть. И мне кажется, это для них какая-то цель, которую они оба хотят достигнуть. Мекка. Мафиозная. Вот. Я им желаю, чтобы они это смогли сделать. Но получится это у вас сделать, ребят, только в том случае, если на ближайшем совете не примут новую систему рейдинг. Если примут, то у вас это не получится. Вот. Что-то еще хотел сказать. А, передать кому-то привет. Записал. Да, извините. Сейчас посмотрю. Они тоже девичья. А, передать привет еще хотел Самиру Гусю. Да и все, наверное. Всем спасибо за турнир. Я реально прям очень устал. Вымытым. И всем спасибо за игры. Всем, кто болел. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ На кейс-то самом деле я ожидал намного менее приятной атмосферы. Я был в прошлом году здесь болельщик, зритель и видел то, что происходило. И меня крайне удивило, что атмосфера была намного лучше. Возможно, из-за того, что многие люди общаются друг с другом и не хотят переносить негатив на будущее. О себе тоже могу сказать. Я от себя лучшей игры, по крайней мере, не ожидал. Если за меня некоторые люди болели, я сразу успокаивал, что не получается в данный период у меня играть. Поэтому я пытался не вредить, не создавать сумбур и лишние действия не предпринимать то, что я мог и себя выжимал в тот момент, как получалось. Был вопрос по поводу участия. На самом деле мне захотелось бы участвовать еще с условием, что будет госпожа Космос на этом турнире. И то, что мы оба будем играть очень хорошо. Это тоже важный момент. По поводу победителя, тут все понятно. У меня топ-2 были. Рэп Франклин в таком же порядке. Так, собственно говоря, вы и закончили. То есть вы были фаворитами, мне кажется, почти у всех. Поэтому в какой-то степени это закономерно. Что еще хочу добавить? По поводу организации все понятно. Всем большая благодарность. Комментаторскую многие критиковали. Возможно, их стоит сделать более свежей, что ли. Не знаю. Не понял. Абрам старается. Абрам старается. По поводу развития самой мафии, организации. На самом деле мафия на такой степени поменялась, если игры пересматривать с 2014-2015 года и сейчас. Это не то, что небо и земля. Это совершенно другая мафия, о которой говорить то, что нечего. Не то, что она была какая-то плохая. Просто сейчас она стала другая. Модернизировалась. Это как развитие, не знаю, спортивное, что ли. Что еще хочу сказать? Ну, у Маши должен быть только один друг магистр, пока что в данный момент. Который постарается. Очень приятно, когда Биг Бенни у меня будет первый приоритет посадки до сих пор. Вы свежие магистры. Тоже Женя хочу выделить. Тебе всегда будет очень трудно за любым столом на магистрате. Ты должен быть к этому готов. Возможно, когда-то у тебя получится выиграть, потому что ты тоже заслуживаешь. Мы все заслуживаем. Но вот Леша, ты, это те люди, которые потенциально должны выиграть этот турнир. То есть, когда это наступит, это время придет. На пятый раз. На пятый, ну, не факт. Не обязательно. Вот. По поводу развития сетки, надеюсь, что будет календарь скоро. Надеюсь, что мы эти все турниры увидим, которые они будут. Их стало больше, потому что у нас есть школа мафии Биг Бенни. Я наконец-то могу передать приветы всем, кто там за меня болел и смотрел. Не буду перечислять. И люди у нас из школы мафии действительно интересуются этими турнирами. И было бы очень приятно, что Лосков бывший декан с Лизариной, я нынешний, чтобы наши дети, так сказать, когда так участвовали, участвовали здесь. Ну, как мы десятые места занимаемся, тоже великолепно. Вот. Поэтому хочу поучаствовать еще разок. Какой-то год, не знаю. Возможно, чтобы состав был немного другой. Вот. А может и такой же. Мне было комфортно. Спасибо Эрнесту. Спасибо всем людям, которые смотрели на нас. Я думаю, что... И еще такой момент. Вот вы сказали 19 угадаек, а люди, которые смотрят, они часто очень думают, что они такие тупые, что не могут проголосовать правильно. Ну, по крайней мере, мы вот доводили эти игры до угадаек. Это тоже много чего стоит. Вот. И, кстати, по поводу еще момент такой, по поводу украинского стиля, что мы не играем стенка на стенку. А вы попробуйте сыграть стенка на стенку здесь. У вас вот проб выйдет. А он скрылся. Ни у кого это не вышло, поэтому это называется новый стиль игры. И у меня в этом году были турниры, когда думаю, чувствую все в силу. Я сейчас скроюсь, не все поверят. И так не получалось. Все буду заканчивать, не буду затягивать время. Ну, короче, присоединяюсь практически ко всем словам. Всем спасибо. До встречи когда-нибудь в следующем году. Господа Казанская, юный, новоиспеченный гроссмейстер игры «Мафия». Как вам вообще жилось в этих три дня? Было не сладко, наверное, первый день? А потом как бы пообыклись? Ну, вообще, моя тридцать слышать в свой адрес «Юмность» слово очень приятно. Спасибо. В любом контексте это бальзам на душу. Мне было сложнее всех. Я до сих пор не могу отойти от игры последней. Я немножко уделю, прошу прощения, что это буду говорить, поскольку очень много людей высказало очень много лишнего, как мне кажется, и грязи в комментариях. Он не обращает внимание. Нет, 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 я не на это внимание обращаю. Я просто хочу сказать, они же, наверное, тоже смотрят, вряд ли они этот кусочек вырежут. Извиняюсь. У меня такой подход, уважение, смотрите, оно либо есть, либо его нет. Оно не может работать в одном направлении, в одну сторону. Я в этом плане солидарное спасибо, Лёше, тебе за то, как ты относишься к игре, к тому, что люди говорят, что они делают. Ну, то есть, не ценности, они должны быть, это я смотрела какое-то твое видео, Гадум, по-моему, делал. Там, короче, ты в микрофон говорил в наушниках, что ты не помнишь. А, сыр, где когда больше сыра, больше дыра. Вот сыр там в конце. Ну, естественно, это не любимая цитата из игры. Не они, я хочу сказать. Ты там говорил о том, что это не просто игра, ты что-то не то, что в жизнь переносишь. Не жизнь в игру, не игру в жизнь, а о людях очень многое можешь по этому сказать. Как-то так ты, короче, сказал. У меня такое же к этому отношение. Я, ну, не могу по-другому. Ну, и, собственно, в той игре я сделала бы и орала бы так, чтобы сняли тебя, Франкли. Ты меня прости, я, наверное, не права. Для меня 4 был красным. Было завещание, ну, короче, ладно, в общем не суть. Просто привет вам вот тем, кто всё это писал. Значит, смотрите, у меня по статистику мы это всё делали. У меня по уровню комфортно, я даже сейчас посмотрела. Ты, кстати, у меня на 4 месте был по красным. Далеко не 10, далеко не на 10, ты у меня 4. А по уровню комфортно у меня был ты, а потом ты. И как бы так у нас, как мне кажется, я солидарна. У нас так и сложилось, ну, как мне кажется. Мне очень было с вами удобно, комфортно и после. И вообще это прям вы моя душа на этого турнира. Теперь по всем финалистам, точнее по тройке пройдусь. Я не знала, что вы так играете. Я вообще с вами сыграла на ККМ одну или две игры. Мы с вами, мы там помните, да, одну вот эту вот. Не очень она получилась у нас там. Но я не понимала, я даже у Андрюши спрашивала, Хохла, почему ты у всех фаворит? Я не могла понять почему, потому что я, собственно, не играла. Это очень круто, это очень здорово. Я первые два дня говорила, что ты отыграл сильнее всех. И я, ну, мне очень понравилось. Короче, ты большой молодец. Что касается 22, ну, мне вообще близко все, что ты делаешь. И я рада, что есть такие, как ты. Ну, как именно за твое отношение, ну, то, что ты отыграл. Я не знаю, как ты играл прошлую магистраль. Я смотрела всего один, потому что я приехала. Этот ты отыграл очень здорово. И там ходили всякие, ладно, разные вещи именно про твою красную игру. Типа там порой даже насмешки какие-то, что, типа, ни одному гадайку выиграть. Ну, ты сам понимаешь, что это... Ничего, все хрень полнейшая. 22 очень крутой красный игрок. Ну, извините, я так выражаюсь. Что касательно господина РФа, я говорила всем, я говорю, что если не я, то он для меня в плане приоритета. Ну, то есть желание, пожелание выиграть. 6 или 7 лет я в мафии. Ничего лучше и сильнее я не видела именно по ведению стола, по давлению и по всему, короче. Ты машина, я это говорю. Я, ну, очень уважаю тебя как человека, как игрока, и ты огромный молодец. Это, безусловно, самое заслуженное, что могло произойти. Поэтому искренне от всей души поздравляю тебя. Что еще сказать? Блин, мне много есть что сказать, потому что мне реально было трудно. Это как, ну, первый раз, оно реально сложно. Я это поняла. Я поняла, что это действительно трудно. И у меня сложности были, потому что у вас игра совсем другая. Во мне из всех из вас очень много классики. Она мне мешает где-то, а где-то, наоборот, помогает, да. Допустим, где я вас сняла, ну, угадайки. То есть она такое, и мне трудно. Я не могу вот эти все ваши вскрытия. Это просто ужас какой-то. Короче, ладно. Всем спасибо огромное. Спасибо большое организаторам. Мне очень понравилось. Я играть в магистрейте больше не буду. Я давала себе одну возможность. Я не хочу этого делать. Ах ты! Не надо меня! Я сейчас не думаю! Нет, просто я считаю, что вот прошел пик какой-то, да. Ну, то есть вот этот год, это был мой. Через три месяца мы с вами поговорим. Ничего страшного, что вы меня перебили. Все хорошо. Смотрите, это я так считаю, это мое восприятие. Есть пик определенный. Я играю достаточно давно, да, лет семь я играю. Вот он, то есть раз я прошла, наверное, это мой был пик. Я не хочу себе давать две, три, четыре, пять, десять, двадцать попыток. Это, ну, по мне это не, короче, не хочу я так. Поэтому я больше не буду, извините, там, что не оправдала ожидания. Те, кто болел за меня, очень много болело. Я, если у господина Лоску два часа, я часов пять вам буду отвечать, но я так, типа, что у меня побольше. Два слова, ну, короче, две минуты я просто обязательно должна передать всем привет. И я не делала ни разу этого в играх, кроме тихого заката, когда я про музыку говорила. Всем обязательно должна сказать, извините, что я займу время. Понятное дело, огромный привет, спасибо большое моему любимому человеку, Михаилу, господину Реведерчу. Спасибо тебе за то, что ты есть, за поддержку. Это первое. Теперь, огромная благодарность за поддержку господину 44 и госпожи Лондон, господину цензору, госпожей Энигме, Инне и Жене. А не знаю, о каком речь. Спасибо вам огромное. Мне это ценно. Всему чату РБФ Москва это просто что-то с чем-то, ваша любовь и ваша поддержка. Это, короче, очень круто. То есть то, что я ощутила, ну, типа, это ничем не передать. И спасибо вам огромное. Господину Декстеру большой привет, господину Пончику, господину Инсайту Лисе, Дерену, Марклену, Даню. В общем, короче, блин, вас очень много. Кого не вспомнила по имену, извините, пожалуйста, клубом я передавала. Считайте, что вот в каждом клубе все ваши имена есть. Когда я передавала это клубно на первом номере. Спасибо всем большое. Расскажа космос. Вам слово. Доброе утро. Оль, сначала немножечко тебе. Вот я смотрю на тебя сейчас. Я вижу себя в прошлом году. Мне очень тяжело дался прошлый магистрейт. И я очень тяжело принесла все комментарии, все отзывы об играх. Прям мне не хотелось больше. У меня не было цели сюда попасть. Я это себе не ставила. У меня не было такого желания. Нужно проходить. Это чтобы вот то, как у меня получилось здесь отыграть. Это нужно прийти второй раз. И оно все будет реально немножко по-другому. Поэтому отойди, подумай. Пусть оно как-то все пройдет. И там оно уже к тебе, это само сознание придет. Но тем не менее. Понятно, что было тяжело. Но комментарии-то вообще лучше не читать, не заходить. Потому что это да. Люди как бы всегда у нас. Самое умное. Я хочу всех поблагодарить. Вот все говорят, была классная атмосфера. Ла-ла-ла, но никто не говорит почему. Мне кажется, причина вообще абсолютно очевидна. Ты выходишь там на пупсика в колясках. Ну как бы я уже все забываю. Вижу, подхожу. Там пупсики, слюни упускают. У меня, я тоже слюны с ними стою, пускаю. Ну как бы как можно вообще ругаться. То есть кто-то влетает, блин, или там еще кто-то. Стоят пупсики, все, все сразу забыли. Кто-то уходит на курилку, но как-то. Мне кажется, именно атмосфера была в этом, что у нас как бы появилось два папы, мамы вот мафиозные семьи и так дальше все. Для меня это именно в этом причина, мне кажется. Дальше. Очень. Я довольна собой. В плане, немножко, конечно, я не дотянула суммарно, но ты говоришь, тебе было тяжело. Мне было очень тяжело. То есть я сейчас чувствую себя, мне как будто я похудела на несколько килограммов. В принципе, очень, очень уставший. Потому что я все эти три дня держала себя в тонусе. И в тонусе, чтобы нормально играть и нормально вести себя. В плане, все сдерживать, все, что мне иногда хочется больше сделать по отношению к кому-то в игре. Конечно, я про вас говорю, да, я играю в номер один. Я пыталась себя максимально сдерживать. В принципе, мне кажется, что-то получилось, что-то нет, но тем не менее. По поводу, что я обязательно хочу отметить господину Эрнесту на подумать, трансляция Биг Бена собрала очень хорошую сумму на донатах. Я не совсем понимаю всю эту систему. Слово «донаты», в принципе, оно немножко… Вы тоже пробовали, у нас еще не было. Новое для меня – вот это на подумать вам на следующий год. То есть, они собрали хорошую сумму, и если бы вы, то есть, у них, при том, что у них было 200-300 просмотров, у вас были тысячи просмотров, вы бы смогли бы… Ну, это просто на подумать на следующий год из улучшения. Так, конечно же, все было по организации лучше, чем в прошлом году, по многим всяким моментам, и судьи, и так дальше. Ну, короче, было реально намного комфортнее. По поводу состава. Всех уже подмечали. Эля, поздравляю. Реально, Белин говорил между Элем и Лешей, что, ну, доволен, что и ты выиграл. То есть, он не сильно расстроен. Я очень переживала. Я очень хотела, чтобы он выиграл. И, в принципе, я какую-то себе цель победить не ставила. Мне хотелось хорошо отограть, и чтобы выиграл он. Я сказала, на камеру вырвалась. Но как-то мне это запортило суммарно, как бы, чтобы выиграл. Господин Транклин, я единственная, кого хочу отметить – это Лешу. Возможно, все как бы, ну, другого, что ли, ожидали, да. Но это было реально что-то вообще невероятное с вашей стороны, в принципе, к подходу к игр и после игр. И в играх это, ну, как-то весьма неожиданно. Ну, как бы, для всех. Мне кажется, в этой играли, да, в красном лучше всех. Вот. Я прям захотела сюда пройти. Ну, то есть, у меня вот именно в прошлом году не было желания пройти, а здесь я сижу, думаю, блин, хочется еще, как бы, можно быть разной в этих магистратах. И мне… Пока что я не ставила себе мафиозных целей в этом году, кроме, ну, именно, игровых играющих, а не ведущих. Вот. Но как-то уже хочется, уже… Ну, не знаю, Белим не хочет, на самом деле, я подумаю. Ну, мне реально сейчас хочется. Вот. Всем спасибо. Всем спасибо. Обязательно, не знаю, смотрит ли сейчас мама, но мама много моих игр смотрела. Я хочу ей передать привет. Тоже. Она ничего не понимает в мафии, но, как бы, смотрит суперкомментаторскую, и там ребята немножко разъясняют. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо, кто писал. Очень много людей. Вот. Кому-то вы сказали, что кто-то… Ну, отключать телефон. Мне, наоборот, это помогает. Мне помогает быть с ними, когда мне пишут и так дальше. Мне это приятно, и приятно, как бы, людям отвечать. И всем спасибо, кто поддерживал. Для меня это важно. Всё. Всем спасибо. Спасибо вам. Сейчас я с удовольствием достану слово, ну, можно сказать, аксакалу мафии. Я знаю Лёшу с юного возраста, не знаю сколько, 19 лет, ему было или 20, когда он пришёл в мафию. Короче, лет 12 назад. Вот. И за это время он достигает больших успехов. Трижды чемпион мира, четырежды гроссмейстер. Лёша, господин 22, очень уважаемый игрок. Дамы и господа, если вы не против, я займу немножко побольше времени для меня. Ну, мне важно всё это сказать, потому что я здесь не просто так, это всё не случайно получилось. Случайности вот эти всё, я предпочитаю в них не верить. И даже когда что-то складывается случайно, я, по крайней мере, понимаю, что где-то что-то было сделано до этого ранее для этого. Я долго уходил, убегал от того, что, ну, от этой мысли, начиная с первого года. Просто первый год, просто первый магистрейт, он просто случился там в моей жизни как событие. Дальше случился второй, да. Я считал, что случился. Но я всё время уходил от этого, от того понимания, да, что я делаю там, зачем я там нахожусь и какая основная у меня цель, да. Я всё время, я только в этом году подошёл с пониманием, что я принял, признал и сказал слух там себе, там, близким, что мне этот магистрейт важен. Я всё время, я не всем это сказал, но я начал это говорить, что он не важен. Начал говорить уже в конце, потому что он не важен по разным причинам. Не по, понятное дело, не за призовых, это приятно, но и не за жерелье, потому что жерель, ну, это вещь определённая. Он не важен из-за другого, из-за того, как я в нём себя ощущаю, как я в нём проявляюсь, как проявляюсь с людьми и люди в отношении меня. Такое философское немножко, да, вот, но для меня я недаром, ну, я не просто говорил, что мафия – это мини-жизнь, вот, я её проживал здесь, у меня были, можно назвать там, шутливо, я называл это незакрытый гештальт, но незакрытый гештальт у меня был не на победу, там, вот те люди, которые желали мне там именно победить, у меня было основное другое, мне было важно сыграть так, как я сейчас сыграл. Вот оно, мне кажется, максимально идеально случилось, настолько случилось оно всё, вот оно настолько произошло в результате, как я желал, что не четвёртое место, а третье, то есть, как бы с деньгами, с хорошей красной игрой, не все прям игры были там неудачные, но прям вот такое ощущение сложилось. Я очень сильно этого желал, именно такого ощущения, именно такой игры и такой атмосферы. у меня была речь, вы помните, может быть, на номере 1, я говорил о том, что очень важно, чтобы мы создали эту атмосферу и я буду оказывать поддержку другим, я сказал, это красной картой, да, там, не важно было это говорить красной картой, это не является киндоскредитом, просто тогда это идёт от души и мне неприятно, если я получу какое-то игровое преимущество за счёт того, что я буду это говорить чёрной картой, ну, потому что это мне не нужно. Вот, возможно, ну, в общем, я это сказал, я был на цель на это, у меня прошлый год, у меня произошло много, ну, как бы много событий в моей жизни, как бы было, это был самый сложный в моей жизни год, прошлый. Каждый год он, ну, он как бы другой, но прошлый был для меня и в некоторых отношениях, он такой был, борьба, я его назову. Вот, начиная с магистрейта январского, он так начался для меня лично и заканчивая окончанием года и прочим, и празднованием Нового года просто, просто дома, без дня рождения там, ну, и дома, в семье, в кругу. Значит, я скажу откровенно, мне во многом помогла там Спарта, который я прошел, потому что там были процессы, которые позволили мне сейчас быть и создать. Вы меня все, ну, оценили так, суммарно, что я девятый, восьмой из десяти, короче, двятый, восьмой, как это называется, короче, на предпоследнем месте я по комфорту. И это не просто случайно получилось, вы меня все знаете достаточно, ну, многие знают меня достаточно хорошо. Это получилось, потому что я так проявлялся в играх и со всеми вами. Ну, я был таким человеком и игроком. Но вы оценили меня больше как игрока, не как человека, поэтому, ну, и оценили меня, я такой был. Я понял, что так нельзя и что нужно поменять. Я проугадайки все, смотрите, я то, что я угадайки там проиграл и так далее. Вы же понимаете, ну, как бы, вы же понимаете, что, хорошо, наверное, вы все догадываетесь, что я очень сильно готовился к этому гестрейту. Я просто не афишировал, я просто тренировался, тренировался, не знаете вы как, но у меня, я сделал то, что я, чего я желал. Я думаю, вы это видите. Ну, вот эта повязка, она, я шутил всегда, но в этом есть смысл. Я собирался прийти, я сел на десять, я в конце. Вот, я занял десятое место, я выиграл пять из двадцати пяти игр в 2017 году в этой повязке. Вот, гроссмейстерская. В ней я отыграл прошлый магистрейт и в этой. На самом деле даже из двадцати шести, потому что мы одну игру переиграем. Мы ее проиграли и переиграли. То есть пять из двадцати шести я выиграл этих немощных игр, как бы, в этой повязке. Смотрите, дело не в повязке, если кто-то действительно все еще считает, что имеет место вещи. Важно, во что мы верим. Ну, я это говорю, потому что мне когда-то это, когда сказали, я не понял это. Важно, чтобы мы верили в то, что будет, ну, в лучшее. Когда мы боимся черных карт, как боялся я прошлый год, позапрошлый год, я мандражировал перед играми, потому что я к этому шел. Когда к экзамену вы готовитесь очень сильно, вы переживаете, что можете что-то не знать. Не бояться ничего, только полные идиоты. Ну, вы знаете, да, там, если кривая, там, даунинг, Крюгер или что-то в этом роде. Когда человек вообще ничего, опыта нет, он вообще ничего не боится, он все, он уверен и так далее. Я очень сильно переживал, я очень в прошлом году переживал за черные, так как их не нужно бояться, их нужно тащить. Я все писал, я все написал в интервью, я написал про победные карты. Каждая карта, она победная. Не важно, какие там таблицы и так далее, все оно произойдет, так как... Это смешно, отчасти может быть, да, кому-то, но где-то там оно предрешено, потому что мы так уже поиграли. Мы уже так все... Короче, мы все так поступили в жизни, что такие места, так все мы выступили, так все сделали и так далее. Я свои уроки старался извлечь, вот. Мне кажется, у меня получилось, я сделал то, что нужно. Я поздравляю победителя этого магистрейта, господина РФ, с победой на этом турнире. Мне кажется, это было очень важно для него. Мои аплодисменты, мое почтение, мое уважение, потому что это заслуженно. Для меня вот этот магистрейт, ваша победа, ну как бы это... Это свершилось, все к этому шло. Я скажу честно, когда я узнал о том, что Флэш прошел, я всем сказал открыто. Ну просто не подходил к тебе, прямо не говорил, потому что зачем тебе это говорить. РФ не выиграет магистрейт. Флэш зашел, он его законтрит, короче, жопой РФ, как бы. Вот. Но, да, но не получилось. Он в ожерелье, как бы, а мы без, поэтому... Я ошибся, ты выиграл. Флэш, у меня Флэш уже улетел, потому что, возможно, РФ узнал о том, что я говорил про Флэша и потом должен был узнать, почему так. Вот. Ну, ты молодец, ты заслужил. Я считаю, что это какая-то, может быть, благодарность. Я верю, что это благодарность мира за твои поступки. Что-то ты делаешь, ну, наверняка ты делаешь правильно, потому что, если было бы не так, я не сужу никого. Просто, если бы что-то было не так, все бы вернулось так, как бы, не ожерельем, наверное. Вот. Это, наверное, какая-то благодарность, ответка мира. Мне было важно все дети угадайки, их было 19. Было создано 19 угадайок для меня лично. Это создавали для меня. Я зашел сюда угадайщим парнем. Сколько их поучаствовали? Я не считал, я заходил в каждую как новую, очередную. Я готовился к ним и так далее, но меня перестали к ним допускать. Как в клуб, знаете, страшную. Меня, этот, страшная подруга одной очаровашки какой-то, да, там по безконтролю меня останавливали, поняли. Запускали уже других ребят. Сначала я заходил с Доком и Русиком, короче, но потом по безконтролю начали отлетать оттуда люди. Я, Русик, Док. Я оставался. Я оставался, да. В общем, мы не просачивались туда, как бы, в этой всей музейной штуке. Извините, что я немножко долго. Это надо сказать, потому что я перейду к дальнейшей части. Мой главный. Я добился того, чего желал. Мне магистрейт больше не нужен. В таком виде игры я... Смотри, Русик, мне лично кажется, короче, что вот ты проходишь это далее, нужно все же что-то в этом... Не нужно, чтобы это было все просто так. Я думаю, что тебе сейчас, наверное, больше всего дискомфортно. Я могу ошибаться, но когда ты почти занял первое, это все равно не так дискомфортно, возможно, как сейчас. Мне кажется. Я первый раз услышал, что ты не желаешь играть дальше. Магистрейт. Это тебя зацепило, возможно, это как раз то, что... Ну, как-то, короче, теперь время действовать. Я не знаю, как это объяснить. Я скажу, наверное, по игрокам. Извините, если там кто-то будет засыпать коротко. Белим, я считаю, что ты добился как бы... Вот сейчас... Мне кажется лично, вот, допустим, я сказал про Русика, ему время действовать. Мне кажется, тебе пора как бы, тебе пора завязывать. Ну, в смысле, ты сыграл... Нет, ты сыграл, смотри, мне кажется, ты чуть-чуть закрыл там то, что тебя интересовало, да, там, не первое место. Первое, второе, оно там как-то вот... Ты получил, мне кажется, то, что желал, и, возможно, сейчас тебе, возможно, уже дано то, успокойся, займись чем-то другим, именно более важным. Вот как-то, возможно, что-то это... Ну, потому что, как бы, ну, все, как бы круто. Ты молодец большой, ты... Ты, конечно же, стесняешься признавать, что ты был моим учеником, вот. Но он опять меня, короче, он опять меня сделал. Опять выше меня в таблице, вы поняли? Я уже иду туда, иду, третий, а он, смотри, он второй. Ты молодец, ты красава. Поздравляю тебя со временем. Ты просто умничка. Док, ну, ты мой друг, я это не скрываю, вот. Вот, когда я говорю друг, я уже не так требую от людей и не ожидаю, как раньше, вот. Я понижаю всю эту планку, вот. Я очень рад, что этот магистрей прошел лично для нас с тобой не так, как прошлый. Это было, ну, это было, короче, намного лучше, это было приятно, это было, ну, это было круто, это было комфортно с тобой. Женя, смотри, мне кажется, что это не просто так, вот это все, что ты сейчас испытываешь, это тоже не просто так. Что-то, что-то, какие-то сигналы, возможно, я, может быть, говорю вот тут абстрактные вещи, вообще кто-то там, я, я вообще верю в Бога, но там не так, как это, там, может быть, там, классически, там, в храмах, там, и так далее, там, все это преподается. Я верю в то, что все это не просто так, поняли, мы не от обезьян, вот во что я верю, что есть создатель. Я верю, что вот это все, что сигналы, все, что посылается тебе, вот эти ощущения, то, что ты испытываешь, тебе идет какой-то сигнал, но то, что нужно что-то изменять, менять и так далее, и двигаться. Оно не просто так, потому что уже ты даже не управляешь этим потоком, мне кажется. Карты какие-то, игра уже не поиграет, ну, в смысле, просто какой-то, короче, шторм идет. Ты, ты, у тебя очень острый ум, тебе, мне кажется, во-первых, наш, ты был самым некомфортным для меня игроком. Я вот только что пересмотрел, на предпоследнем месте РФ ты на последнем месте был для меня лично. У нас получилось, я очень сильно резонировал, сейчас меньше, ну, это меняется постоянно, резонировал на тебя, я, короче, все время то, что мне не нравится в себе, я вижу в тебе, из-за этого у меня начинается внутренний протест и так далее, я это говорил не раз, вот, ты меняешься, меняешься в лучшую сторону, Женя, и я желаю, чтобы у тебя получилось, и чтобы ты не опускал никогда руки, никогда не сдавался. От того, что я себя жалел в 2017 году, когда сидел в этих угодайках, думал, блин, да что ж так мне везет, да не везет, у меня все было, все силы были. Я такой же с руками, все такой же остался, постригся, только чуть по-другому там одет. Вот, все было во мне, и все, я это применил, и получилось. Просто сделай, короче, у тебя все получится, просто действуй. По тебе красавчик я сказал, вот, по РФ я сказал. Скажу, а, Эльнур, золотая игра, смотри, она в моем сердечке, я не шучу, это было круто. У меня была игра важная с флешом, когда флеш проголосовал космос, и вот эта игра, ну прям я видел, как тебе тяжело, ты не в каждой игре сидишь головой в стол, как бы, снял кепку головой в стол, страдания. Ну, представляете, то есть, получается, он, я говорю, а если я черный, то это же все, короче, он говорит, да, это капец. Ну, в смысле, потом после игры. Вот, ты сделал это, я посылаю привет Кэти сейчас, именно потому что я уверен, она тебе говорила, ну что ты там, и вот она тебе все время рассказывала, наверное, про эти штуки, когда в игре мы были красными, и ты выходил с мыслью, что я могу быть черным. Мы это сделали, это было круто, вот, за счет Амахонды, но глобально-то, как бы, и Ромчик не против, я старался, все было вроде бы, я ничего такого не сделал, это было чисто, вот, ты понял меня, я понял тебя, я понял тебя раньше, вот, поэтому, непонятно, кстати, почему суммы меньше тогда у меня, если я понял раньше, у меня дом больше, а сумма меньше. То есть, короче, по-моему, не в это было дело, вот, короче, это, это в сердце осталось со мной. Ромчик, ты, мы с тобой, короче, очень сильно не ладили, ты знаешь, я, я просто это говорю сейчас всем, мы это вместе знаем, мы с ними, ну, мы с Ромой вместе пообщались, вообще, там, за где-то два месяца, за полтора месяца до магистрейта, и просто, ну, как люди, потому что я к Рому, кроме относился тоже, я что-то видел, видел в нем недостатки, проблема в том, что, ну, когда что-то бросается в глаза, я считаю, что это есть как-то в нас, мы когда с этим боремся, вот, то, что я говорил про Женю, я тоже самое, и вот, как-то, кроме, оно вот, все время меня дергало, все время переклинило, я поговорил с Ромой, и мы просто пообщались, как люди, просто вообще глобально, о том, что мы думаем, почему мы так ощущаем, что и так далее, вот, как оно происходит, я понял Рому намного лучше, и я вообще в восторге от того, как прошли наши игры, особенно в этом очень непростом, там, триумфе, в треугольнике 1, 7, 9, в ваших взаимоотношениях, это были ошибки, это не было, это не было катастрофой, там, какие-то ошибки игровые, которые произошли, ты очень мужественно, ты вообще, исходя из того, как тебе тяжело, я не знаю, я не знаю, мы с тобой не делились, как тебе было тяжело и так далее, но я думаю, что тебе было тяжело, особенно в конце года, вот, я старался тебя поддерживать, как мог, вот, но при этом и в играх я тебя еще дрючил, как обычно, вот, и ты, и ты здесь, и ты здесь, и, и ты по игре здесь заслуженно, и ты магистр уже, я тебя поздравляю, поздравляю с тем, что ты успешен, и с тем, что ты молодец, и ты человек для меня лично, ты именно прям, вот, ты вырос для меня лично в этом плане, как-то вот, что-то такое есть прям в тебе, вот, ну, ты светлый для меня лично, и ты почему-то сам это девальвируешь в себе, просто не отпускает ощущения. Почему ты ему говоришь, а плачу я, я не понимаю, что происходит, что происходит, ой, это же это, это просто, это просто потому, что идет от сердца, и это сложно скрывать, ну, госпожа Казанская, смотрите, вы магистрейт в этом году, вот, в следующем, или в этом, там все время с годами какая-то каша, пожалуйста, наведите порядок, реально, я уже, я не могу понять, в каком году я играл магистрейт, и как ребятам объяснять, короче, прошлогодние были в этом. Ты можешь не идти в этот магистрейт, да, там, ближайшие и так далее, но он может оставаться очень долго с тобой, и ты просто, короче, ты, знаешь, ты ввязалась в драку, все. Я не подбиваю тебя прям идти в этот магистрейт, там, следующий и так далее, просто, короче, просто, короче, это что-то такое, это какая-то такая, знаете, мафиозная спарта, извините, что я про эту штуку все время говорю. Это такое испытание, это такое место, где мы проявляемся все, мы сейчас создали такую атмосферу, будут люди из этого коллектива сейчас, потому что, ну, там, следующие люди придут, да, и уже кто-то из тех, кто зайдет, а магистрейт, мне кажется, такая есть некоторая преемственность, они будут примерами, мне кажется, для тех, кто зашел, именно примерами вот этой коллективной. Будет, короче, просто еще, возможно, какие-то другие, вот, времяпровождение, прочие вещи, ты, это твой первый, это, возможно, и не последний, возможно, последний, не важно как, ты держалась мужественно, ты, ты прошла его, этот магистрейт, ты сделала, ну, ты играла, ты, ты играла в игру, ты ни разу для меня лично не опустилась там ниже какого-то уровня, что-то сделала, все было честно, все было хорошо. В плане игры, что-то получилось, что-то нет, просто прими то, что случилось и стань лучше. Не важно там, кто что пишет, я на это, например, реагировал больно, ну, мне неприятно, мне казалось, что это несправедливо. Оно, короче, справедливости этой всей нету. Важно, важно, как я себя ощущаю в этот момент. Сейчас я ощущаю себя счастливым человеком. Я желаю тебе так играть в мафию, так жить, чтобы ощущать себя счастливым. Спасибо тебе за твой первый магистрейт, прошу поаплодировать. Наши два права, я не знаю, как это сказать. Как и Роброфо, а не Горрофо. Вот, и Роброфо, вот. Госпожа Космос, смотри. Где? Машек. Мы с тобой тоже закрыли очень важный мой гештайн. Почему я счастлив? Я свои позакрывал штуки, вопросы, ребят. Я закрываю, поняли? Мавр сделал свое дело, а Мавр может уходить. Я свои вопросы закрыл, я надеюсь, вам тоже подарил что-то, что-то дал взамен. Вот. Решая свои внутренние переживания. Но мы с тобой вместе тоже выиграли игру красным. Для меня это было... Фу, я тогда, по-моему, я не помню. Я просто тоже лег что-то на стол полежать, короче. Мне надо было полежать после этой игры. Вот. Это было очень круто. Мы с тобой раньше, чем с Эльнуром. Наверное, так надо было. Мы с тобой раньше закрыли этот вопрос, чтобы к нему не возвращаться больше. Машенька, мы с тобой тоже пообщались перед магистрой. Это просто, а лично, потому что нам именно тоже было тяжело взаимодействовать, понимать. У каждого человека не идеален. И я знаю, что я не прав в своих требованиях другим людям. То, что я требую от себя, это мои личные почему-то правила, проблемы, необходимости как-то жить. Почему другие должны быть такими же, или похожими в чем-то в этом. У каждого свой путь, у тебя свой путь. И я сейчас даже вообще говорю не о мафии, а просто о человеческом. Я тоже тебе желаю, как и Оле, быть счастливой, стать. Может, ты являешься... Мне кажется, что сейчас ты была счастливой, реально. Вот точно пару моментов я застал, я это видел. Не отпускай это дело, сохрани это в сердце. Ну и главное с этими людьми, максимально зафиксируй это все с собой, воспоминаниями, чтобы оно с тобой было. И приумножай это. Я просто тебе этого желаю. Спасибо тебе за игры, Маша. Спасибо тебе за то, что мы вместе проголосовали. Это было очень трогательно, конечно. Плакать нельзя было тогда, но можно было. Спасибо комментаторам, организаторам. Очень важно. Я благодарю свою жену. Благодарю свою жену за огромную поддержку, которую она мне оказала. И сыну тоже. Это было... Это было для меня очень ценно, очень важно. Благодарю их, благодарю друзей. Людей, которые были со мной и за то, что они были со мной и оставались людьми. И за то, что мы эти игры, это все сделали. Я очень, очень благодарен близким мне людям. Благодарю за поддержку каждого. Благодарю свой родной клуб. И даже людей, которые просто меня не знают, а я не знаю их. Это очень важно. То, что вы создаете. То, что вы создаете, мы создаем. Мы в этом все варимся и живем. И уже не один год. Большая благодарность вам. Большая благодарность организаторам за то, что вы развиваетесь, растете. И весь этот, все это, короче, все это развивается, движется дальше. Мне кажется, что в дальнейшем, вот то, что сейчас, в каком направлении пошел этот магистрейт. И если это все сейчас развить направление, не просто три дня игр. А еще и человеческом, где люди узнают лучше друг друга. Зрители знакомятся с игроками лучше, глубже. Кто, какой он. Не только в мафию поиграть. Какие-то на командные какие-то деления. Не на неделю. Такой буткемп назовем так. На неделю во что-то. Провести время. Реально состав уже, видите, он не полностью меняется. Уже люди приходят. Это уже интересный интерактив. Плюс это какая-то, вы поняли, то есть еще можно добавить коммерческие вопросы, вот донатов. Это необходимо, мне кажется, в это вникнуть. Так как у вас, господин Эрнест, вы очень мудрый и очень ответственный, серьезный. И просто, ну короче, вы, вот правильный какой-то, в моем понимании, человек, повидавший многое. Если, например, вы чувствуете, что вам какие-то вещи реально становятся, вы просто не можете совсем успевать. Подключайте людей, молодых, которые реально готовы. Очень многие готовы. А те, кто готовы, я, наверное, возможно, вам следует просто бросить клич, кто готов чем-то там что-то заниматься. И просто набрать людей, чтобы они включились. И это все в дальнейшем развить на более мощные, ну как бы, ну развить это все. Уже все. Уже этот магистрейт не такой, как прошлый. Все это не 500 реально человек, где обсуждают что-то как уровень, реально, что как-то проголосовал. Ночи открытые, все все было понятно, все все видели. Они видели, что мы во что играли, как мы жили это все дело. Как мы матерились, тоже слышали. Вот, что-то мамы слышали, кто как матерился. Но не в зале. Но не в зале, а где-то в сердцах, возможно, какие-то свои проступки, собирался добавить я. Это было великолепно. Я очень благодарен всем. Я счастлив, я сюда за этим пришел. Желаю этого и вам. Спасибо всем. По ту сторону экрана тысячи, миллионы нет, но тысячи наших тех, как это называется, не фанатов, наверное, такое не то слово, а те люди, которые вместе с нами душой. То есть это люди, которые вместе с нами, те люди, которые сопереживают, те люди, которым это интересно. Я вам всем предлагаю передать им всем большой привет туда. Дорогие наши мафиози, спасибо, что вы с нами. На следующий год я уверен, что кто-то из вас попадет сюда. Здесь стоит быть. Вы слышали все эти слова. Это реально крутое место для повышения, ну, вообще, куда стоит стремиться. Вот, спасибо вам всем огромное за то, что вы внесли, и особенно вот за эту исповедь. Я не очень хотел, чтобы она шла на трансляцию, а теперь я не жалею, что она пошла на трансляцию, потому что она искренняя. Люди в прямом эфире это увидели. Я думал, что лучше будет, когда на камере, когда не будет с нами зрителей. Но на самом деле пусть будет так, все открыто. Вот, мы говорим, как мы думаем. Я очень рад этому магистрату и очень рад и благодарен. Каждый из вас внес. Без любого из вас не было бы этого чуда, которое произошло. Вот, и не было бы тех чувств, которые мы все сейчас испытываем. Потому что каждый из вас это внес. Спасибо всем, всем, всем организаторам, всем участникам, всем и всем, кто наблюдал и сопряживал вместе с нами. Я объявляю этот магистрейт закрытым. И до встречи в следующем году на магистрейте 2020 в 2021 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok